Девушки отдыхают За два года таких операций, их еще называют орган-сохраняющими, проведено около ста Сто бравых молодцев районного турнира, как не перепутать бокс с дракой на улице Это высокоинтеллектуальный вид спорта, а не просто в подвороте кого-то ударить, но это многому не надо Добрый вечер, сегодня мы вновь обсуждаем итоги уходящей недели вместе с нашим гостем И сегодня у нас в гостях президент технического университета Лев Александрович Коршунов Здравствуйте, Лев Александрович Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые барнаульцы Скажите, пожалуйста, вопрос уже традиционный стал для нашей программы Какое главное событие уходящей недели лично для вас? Для меня лично, наверное, можно долго говорить, а вот что для меня представило большой интерес, это четыре события Первое событие – это увод министра Сердюкова, что очень интересно Приход туда Шойгу События, которые происходят в городе Барнауле, то есть выборы сети менеджера И последнее уже актуальное событие – это все, что связано с оценкой эффективных или неэффективных вузов Я думаю, что про эффективные вузы мы еще поговорим немного позже А тогда мы продолжим и приступим уже к событиям уходящей недели, которые произошли у нас в городе Недельный снегопад, который обрушился на Алтай, наломал немало дров и оборвал проводов Стихия на несколько дней взяла в плен автовокзал и аэропорт Барнаул, а также спровоцировала дорожный коллапс Ежедневно происходит около сотни ДТП Однако не все убеждены, что в этом виноваты только непогода А кто еще? Кирилл Политов отправился искать ответ на вопрос Мы сейчас посмотрим еще раз этот сюжет Тянут, потянут, а вытянут больший груз не могут Главный помощник дальнобойщика – трос Без него в такую непогоду машину из кювета сложно достать Сейчас дороги Барнаула покрыты толстым слоем мыла На сленге шоферов это подтаявший снег в перемешку со льдом На таком покрытии автомобили скользят и норовят выйти из-под контроля Нередко случаются аварии Машинам с низкой посадкой в этом заснеженном ралли не место Но рискуют и большегрузы Так сегодня днем на оживленном проспекте на трамвайные пути вылетел автобус Говорят из-за гололеда, благо без жертв Битву за чистый город коммунальщики начали вроде бы вовремя Но пока, судя по отзывам автолюбителей, ее проигрывают На некоторых улицах из-за сугробов минус одна полоса Отсюда многокилометровые пробки Добраться из дома на работу вовремя – миссия практически невыполнимая Колея и вообще нечищенный город вообще Особенно переулки – это страсть Из снежной блокады борцы со стихией прорываются с помощью техники и песко-соляной смеси Ее за прошедшую ночь рассеяли почти 600 тонн Пока, говорят эксперты, справляются теми силами, которые есть Если понадобится, привлекут подмогу в гаражах в ожидании боевой тревоги Несколько десятков машин Погода непредсказуема, поэтому мы смотрим, как говорится, прогноз погоды Держим руку на пульсе И в случае, если это будет необходимо, будем привлекать сторонние организации За несколько часов нашего рейда по краевой столице нам удалось встретить Лишь одну снегоуборочную машину А, например, в Новосибирске они ходят стройными даме И, судя по интернет-ролику, видно, что такой дневной способ расчистки дорог Существенно не влияет на общий трафик движения Быть может, алтайским коммунальщикам тоже пора выйти из сумрака Кирилл Политов, Павел Лауронин, информационный канал Город Лев Александрович, так получилось, что вторую неделю подряд Мы с гостем в студии обсуждаем тему аварии и пробок на дорогах Почему-то получается, опять же, что как только у нас снег в городе идет в течение нескольких дней Складывается такая ситуация На ваш взгляд, можно ли было ее избежать? Каким-то образом, что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, мне сама постановка не нравится В нашем городе идет снег, поэтому у нас тут все плохо Снег идет в Новосибирске, снег идет в Кемера И хотя тут по ролику было сказано, что в Новосибирске все хорошо Я только вчера оттуда вернулся Там, дай бог, по-моему, еще хуже, чем у нас Можно ли этого избежать? Ну, я как бывший мэр могу сказать, что всегда зима приходит внезапно И основная борьба вот с этими вещами – это та техника, которая сегодня имеется Вот подобрать объем вот этой техники или количество этой техники всегда очень сложно Поэтому я считаю, что все, что касается по городу Барнаула за последние два года Заметно произошли улучшения Буран есть Буран, ее как чуму надо пережить Значит, и город, и власть сегодня в этом отношении достаточно эффективно, на мой взгляд, борется По крайней мере, центральные улицы более или менее очищены Ну, а закоулки наши, это традиционно и в Барнауле, и в Новосибирске, и в той же самой Москве Всегда оставляются на последнюю очередь, и всегда там возникают проблемы Поэтому я думаю, что руководству надо ругать Но, с другой стороны, надо отметить, что за последние два года действительно движение в сети есть вперед А вы вообще автомобилист или? Я не только, я злостный автомобилист, который много ездит Значит, ну, и могу сказать, что даже по прошлому году, еще раз я подчеркиваю Вот при этих снегопадах, и вновь подчеркну, что я бывший мэр города Который достаточно хорошо знает вот эти внутренние причины, да, которые происходят И что бы ни были, но сегодня по главным, подчеркиваю, по главным улицам Сейчас достаточно просто пробраться вот при этом снеговать Три-четыре года тому назад город бы стал насмерть, грубо говоря, и не двинулся Сейчас по центральным улицам идут движения По боковым, конечно, возникают сложности Поэтому, как я повторюсь, что надо, наверное, породовать власть Но одновременно с этим отмечать, что достаточно много в этом направлении движется Ну, говорят, что еще в ближайшее время еще несколько грейдеров новых появятся И, возможно, будут убирать не только центральные улицы Еще чище у нас будет в городе Ну, а мы с вами продолжим Ну, еще похвалю власть Ну, все-таки уборку вот по вечерам и ночью они, кстати, более-менее отладили, на мой взгляд Они именно вот ночью работают И мы ездили как раз и смотрели И действительно, они убирают, и не только в центре Ну, а мы продолжим И приступим к новостям социальной сферы Еще в понедельник на площади Сахарова припарковался необычный трейлер Очередь к которым была равносильна очередям советских времен Зачем туда стремились попасть горожане? И какие еще события из жизни социальной случились на этой неделе? Посмотрим далее В трейлере на Сахарова в течение недели принимали кровь всех желающих Правда, в основном студентов Первыми частицу себя отдали политехники Которые организовали в Краевой столице неделю донорства Затем их ряды пополнили студенты классического и так далее по графику Давно хотела сдать кровь В школу приходили, мы еще были в классе в 10-м Вот, ждала, когда исполнился 18 лет И вот, недавно исполнилась, пришла Скажите, как ощущения? Ну, не знаю, здорово, что могу помочь кому-то В Барнауле стартовал муниципальный этап конкурса Учитель года Первыми соревнуются воспитатели Старшая квалификация значения не имеют Главное – желание удивлять и креативно мыслить В этом году, так же, как и в прошлом году, предполагается, да, денежное премие от 10 тысяч рублей за первое место, где-то 7 тысяч, от 7 тысяч за второе место и от 5 тысяч за третье место Есть второй шанс. Три вуза Алтайского края исключены из списка неэффективных На заседании Министерства образования и науки удалось отстоять три высших заведения, которые недавно в этот список и попали Это Алтайская академия образования имени Шукшина, Педагогическая академия, Алтайская академия культуры Теперь вузам-двоечникам необходимо оправдать доверие и подтвердить свою социально-экономическую значимость Иначе высшие учебные заведения опять попадут в черные списки Татьяна Голубева, информационный канал Город Лев Александрович, ну, естественно, вам, как президенту технического вуза, хотелось бы задать вопрос по поводу критериев эффективности Какими они должны быть, на ваш взгляд? Вы согласны с теми критериями, которые нам сейчас Министерство образования предлагает? Ну, я вообще считаю, что вся оценка так называемой эффективности и неэффективных вузов, на мой взгляд, она отлукава во многом Если говорить об оценке вузов, они выработаны десятилетиями, это аккредитационные показатели В рамках аккредитационных показателей надо давать эту оценку Я думаю, что вот новый министр совершил одну очень большую ошибку Надо сначала поработать, понять в целом всю систему, а потом делать какие-то громкие или негромкие заявления Тут получилось наоборот, начали работать, сделали заявление, сейчас абсолютно убежден в том, что начнется от это отыгрывать И когда мы говорим об эффективном вузе, когда в вузе работает несколько тысяч человек Содержится такое же количество студентов Вуз выполняет не только эффективность с точки зрения образовательных, но это еще и социальная машина Которая необходима, чтобы она, во-первых, кормила людей, выдавая заработную плату Занимала студентов, готовила специалистов И поэтому все, что касается города Барнаула, я не лжепатриот Я абсолютно убежден, что вся система высшего образования здесь является эффективным, необходимым для края И абсолютно убежден, что администрация края и руководство города вот эту позицию будет поддерживать Ну, я не специалист, как вы, но почему-то я с вами согласна И надеюсь, что действительно новый министр, он как-то задумается и пересмотрит они эту оценку эффективности вузов А я напомню, что сегодня гость нашей студии, президент технического университета Олег Александрович Коршунов И мы обсуждаем события уходящей недели Причина летального исхода каждого четвертого онкобольного – рак прямой кишки Специалисты считают это заболевание одним из самых коварных, а его лечение одним из самых сложных Но сегодня алтайские онкологи заговорили о том, что удалось злокачественное новообразование Удалять злокачественное новообразование можно и без последствий для здоровья больного В хирургии набирает популярность новая методика по удалению опухоли в направлении колопроктологии В чем ее особенности, выясняла Юлия Филатова В отделении колопроктологии краевого онкодиспансера оперируют рак первой и второй стадий Возраст пациентов напрямую на показания к медицинскому вмешательству не влияет К примеру, на прошлой неделе удаляли злокачественное образование в 77-летней больной Самое главное – врачам во время процедуры орган удается сохранить За два года таких операций, их еще называют орган-сохраняющими, проведено около ста И все они вот в этой операционной онкохирурги трудятся там даже сейчас Заводится полоноскоп и удаляется маленькая опухоль Все зависит от размера опухоля То есть маленький опухоль первой стадии Раньше после такой процедуры пациент часто просто лишался органа Становился инвалидом и без помощи со стороны уже не мог обойтись В течение последних двух лет это удалось преодолеть Благодаря проведению процедуры непосредственно в прямой кишке Весь процесс выводится на монитор, послеоперационное восстановление почти во всех случаях проходит без рецидивов Сложным такое вмешательство не является Еще среди преимуществ данной методики – малая травматичность, сохранение физиологических функций органов, улучшение качества жизни пациентов К сожалению, рак прямой кишки в числе диагнозов лидеров по онкозаболеваниям Из 10 тысяч находящихся сегодня на учете больных – 6% с этой коварной опухолью А новая оперативная методика может быть применена, увы, не ко всем из них Хотя основным методом лечения рака пока остается только хирургический Юлия Филатова, Александр Антропов, информационный канал «Город» Олег Александрович, а Вы следите за успехами наших медиков? Ну, все равно, я думаю, где-то встречаетесь, наверное, да, может быть, что-то видите У меня как раз, наоборот, такой период в жизни, что я очень плотно встречаюсь сейчас с медиками И могу сказать, что у меня там двойная оценка С одной стороны, перед рядом медицинских работников хочется снять шляпу И поклониться низко в поезде, потому что непонятно, как они вытаскивают человека с того света Но, с другой стороны, я могу привести десятки примеров, когда надо бы избавляться от людей, которые работают в медицине А вот по поводу этого ролика тоже хочу подчеркнуть Что в прошлом году к нам приезжала делегация из Доляна, которая связана с медицинским оборудованием, с поставкой и так далее, и тому подобное И я после очень долгого перерыва, принимая эту делегацию, катался по краю и посмотрел то, что сделано за последние 3-4 года Могу сказать, что впечатляет Вот с точки зрения материально-технической базы, это, конечно, какой-то прорыв вперед Это было отмечено и китайскими специалистами, когда мы с ними разговаривали Но, все-таки, медицина это как слепок общества Вот все противоречия, которые происходят, они происходят в медицине Это не только медицинское оборудование, это не только материально-техническая база Но необходимо сейчас менять и систему управления Финансовые потоки надо рассматривать, потому что Это такая болевая точка, без решения которой все равно общество будет чем-то недовольным Ну, конечно, то зарплата низкая, то там, может быть, деньги не выделяют, но еще на что-то Ремонт, опять же, не везде еще сделано Ну, вы тут подчеркиваете у меня тему, это как раз управление Надо умудриться, как сталкивать медицинских работников, одних с другими То повышая заработную плату, то убирая какие-то льготы И поэтому, когда я говорил о том, что сегодня медицина является неким слепком вот этих противоречий Бесспорно, одним из основных проблем, которые сегодня заведуют Это бесспорная система управления, которая сложилась в медицинской отрасли Ну, и все-таки есть, наверное, доктора от Бога, да, к которым идти приятно Несмотря там ни на какую заработную плату, низкая она там или высокая Это же еще зависит от внутреннего состояния человека, от его отношения к людям, наверное, да? Все-таки мы с вами немножко по-другому смотрим на мир Вы как-то больше к патриотизму Нет, я больше как-то по-человечески, а вы больше с точки зрения руководителя Нет, а я по-человечески как раз я считаю, что человек, который от Бога хирург, он должен получать Если уж не от Бога, то от государства достаточно много Если он не от Бога, то надо государству думать, а стоит ли его запускать в систему медицины И поэтому я еще раз подчеркиваю, что у меня как раз большой период в моей личной жизни, да? Где я действительно перед рядом врачей просто преклоняюсь Которые за нищенскую заработную плату делают вещи, которые мне непонятны Спасибо большое за ваш ответ Ну, а мы продолжим на очереди события культурной жизни уходящей недели Елена Кузовкина продолжает пристально следить за выставками, премьерами и творческими победами Ей слово Богат Барнаул музеями, ларец счастья на этой неделе отметил свой первый день рождения Практически все из представленного самодельное, все исполняет желание и дарит хорошее настроение Будь то обычная на первый взгляд подкова или маленький домовенок Экспозиция регулярно пополняется Подарки в знак благодарности за помощь несут счастливые люди Это у нас есть такой замечательный червячок-чудородник И с ним интересна одна очень интересная история Знакома нашего Игоря Николаевича Якуба, директора нашего музея, очень долго не могла забеременеть Он ей подарил этот замечательный символ плодородия И буквально через 9 месяцев у нас было счастье, три близнеца появилось на свет Во Всероссийском детском центре «Орленок» проходил юбилейный 60-й по счету конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества В номинации «Сольное эстрадное пение» все четверо ребят из краевой столицы стали дипломантами разных призовых ступеней А 14-летняя Арина Минухова – лауреат третьей степени Девушка победе рада, но уверена, что способна на большее С берега Черного моря привезла на родину кадры будущего видеоклипа Этот спектакль в Московском художественном театре имени Чехова уже 30 лет собирает аншлаги Историю величайшего музыканта и композитора 18 века решили рассказать и в Барнаульском театре Сегодня второй день премьерного показа Этой постановке изначально пророчили успех Мы лишь несколько минут наблюдали за репетицией Даже этого было достаточно, чтобы понять, зрелище действительно достойно внимания К тому же история, разыгранная в спектакле, сама по себе увлекательная Она повествует о жизни Вольфганта Амадея Моцарта Елена Кузовкина, информационный канал «Город» Знаю, что вы заядлый театрал, мне по секрету сказали И что даже выезжаете частенько за пределы краевой столицы Ну, в Новосибирск в тот же, может быть, даже, я не знаю, в Москву Чтобы посмотреть какие-то премьеры, насладиться А в нашем городе бываете в театрах? И что нравится, что любите, что предпочитаете смотреть? Как ни странно, действительно, я сейчас из города все дальше и дальше ухожу Значит, ну, это связано... Вот есть фраза «маленький ребенок, да, и пожилой человек» Они как похожи друг на друга, как маленькое дитя старшее, да? У меня сейчас две внучки, поэтому во многом мои вкусы, мои интересы Они определяются уже внучками Значит, вот у меня старшая внучка, ей сейчас 12 лет Мы приблизительно 6 лет начали ездить в Новосибирский оперный тератор И в музыкальную комедию мы ездили к ним Я хочу сказать, что с приходом сейчас Ильина Нового, будем говорить, руководителя нашего музыкального театра Ситуация начинает кардинально меняться в пользу нашего театра, будем так говорить Вот, и мы с ней прошли все спектакли оперные, театральные спектакли, постановки Значит, сейчас ей уже 12 лет Она как-то уже другими начинает ездить с вещами, да? У меня вторая внучка подошла, ей сейчас 5 лет Вот мы на той неделе были, значит, «Теремок» посмотрели Значит, в субботу едем смотреть, значит, «Шелкунчик» То есть я повторяю второй этап этого самого А если говорить о наших оперных, вернее, о наших спектаклях, о наших театрах Я считаю, что Барнаул достаточно интересные в им отношении Причем я это говорю не как вот какой-то комплимент Я действительно помотался по миру, повидал очень многих артистов Но могу сказать, что Талалавия Светлана, которая здесь играла, Мэй Стюарт На мой взгляд, одна из лучших артистов не только России, но и Советского Союза И когда они в дуэте с Паротиком играли вот этот спектакль, да? То действительно там мороз по коже пробегал в этой части Говорите, если у меня музыка... Очень много могу сейчас сказать о филармонии Во-первых, надо отдать должное, что... Ну, долго мы говорить не будем, давайте прям вкратце Один по филармонии скажу Значит, в филармонию я захожу с внучкой Значит, она после школы Идем в буфет, значит, кушаем, выходим Внучка вся надутая и говорит Дедушка, я больше не пойду в филармонию Я говорю, а почему? Говорит, колбасу не продадут как больше в театре В этом Новосибирском оперном театре То есть есть к чему стремиться? Не только стремиться, но для того, чтобы заманить Вот такую категорию слушателей Надо и колбасу продавать, и еще кое-что Спасибо Ну и вот мы подошли к теме спортивной жизни Краевой столицы чемпионов и лучших футболистов Летнего сезона награждали на этой неделе в Барнауле Хоккеисты команды Алтая обменялись победами С Новоуральским кедром Победили 6-0 и вступили 2-4 А сегодня еще раз обратим внимание на первенство Октябрьского района по боксу Прошедшее в клубе «Монолит» 10-й спортивной школы На первенство Октябрьского района по боксу Своих только 100 человек собралось Еще 17 не допустили Не их уровень А других так и вовсе не пытались приглашать Места как бы есть, но их по сути нет В небольшом подвальном помещении клуба «Монолит» А скажите, где сейчас не подвальные помещения Под спорт отданы? Немного таковых Слова с самой, наверное, толерантной окраской Для данной ситуации Ну и как же без компрометирующих журналистских вопросов? Понятно же, что любой молодой парень Занимающийся какими бы то ни было единоборствами В душе мечтает, чтобы бои происходили как можно чаще Для боксера, для тебя лично Есть искушение на улице, в темном переулке Применить это все? И как с ним бороться? Специально нет, но только в ответку В ответной форме Если нападут Поди ждешь всегда Как бы ответить поскорее? Может быть На ринге, когда боксируют мастера Здесь разрывается именно шахматная партия Кто кого передумает Кто быстрее Кто мастеровитый Кто хитрее И тому подобное Это, я вам скажу Это высокоинтеллектуальный вид спорта А не просто в подворотник кого-то ударит На это многому не надо Юрий Борлис, Андрей Печоркин Информационный канал Город Лев Александрович, ну мне еще сказали Что время у нас ограничено Поэтому слишком долго мы не будем о спорте разговаривать Поэтому, что вы вообще? Вы со спортом дружите? Ну я так же, как вот и Яков Владимирович Он мастер спорта Я кандидат в мастера спорта Поэтому мы немножко дружим со спортом Я полностью солидарен с его оценкой По боксу Это искусство Искусство переиграть другого своего оппонента Причем переиграть честно и чисто Это очень сложно в этом отношении Но мое увлечение настольный теннис Мое увлечение футбол Ну и шахматы Готов с ним сыграть Уже будем говорить В искусственные спортивные игры Допустим, те же самые шахматы Поэтому я считаю, что Спорт это один из основных видов Который дает возможность расслабиться Завести себя И самое главное подготовиться Может быть какое-то противостояние Которое часто возникает в жизни Ну и заключительный вопрос Времени у нас совсем мало Планы на ближайшую неделю Как белка Крутиться, крутиться, крутиться И в этом интерес жизни Спасибо вам большое За то, что вы пришли к нам в студию Мы со зрителями прощаемся Теперь увидимся через две недели Я желаю вам отличных выходных И до свидания Спасибо еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова